Хай! Вы на канале Magic Family, меня зовут Аня, а это мои собачки Миша, Эйвен и Софиша. Подписывайся на наш канал и обязательно нажимай колокольчик, чтобы самым первым смотреть наше видео, потому что когда видео выходят на канале, мама старается отвечать на ваши вопросы. Мишель у нас недавно заговорила, поставь лайк Мишеньке. Миша, молодец! И в этом видео приветик от всех нас, а также наша видеосигна для Анастасии Котик. Привет, Настя! А если вы тоже хотите получить такую видеосигну и привет от нас из видео, делайте репост записи с этим видео с моей страницы или из нашей группы ВКонтакте, и случайно репостовший получит такой вот сюрпризик от нас. И сегодня, как вы, наверное, уже поняли, по названию видео мы будем пробовать одевать на Мишу одежду и посмотрим на ее первую реакцию. Потому что, кто не знает, Миша у нас совсем недавно, и я еще не знаю, как она относится к этой одежде, и, может быть, ее никогда вообще не одевали, и мне очень интересно посмотреть, как она будет себя вести. Я надеюсь, что ей понравится, и ее первая реакция будет положительная. Жмите кнопочку еще в описании, я оставила там ссылочки и наш почтовый адрес для ваших писем и посылок. Вроде бы Миша немножко освоилась, но она все равно еще очень многого не знает и очень многого боится. Я надеюсь, что в скором времени она совсем освоится, и мы, наконец-то, почистим ей зубы от камня, потому что камня у нее на зубах очень много, и я заодно, конечно же, вам это покажу. Вот у нас тут такая гора одежды, очень много-много-много одежды, которая принадлежит, конечно же, Софии и Эйвену. Давай для солидарности оденем толстовочку, чтобы Миша было не обидно, чтобы она видела, что все ходят в одежде. Эйвен и Софиша знают, что такое одежда. Они у нас часто ходят в одежках, поэтому нормально к этому относятся. Вот такая зайка, такое платьице есть у Софии, красивое, очень красивое платьице. В красивом платье Софиша. Если вы хотите отдельное видео про нашу одежду, какая одежда у нас есть, для чего, напишите в комментариях, мы обязательно снимем. Вот такое вот морское платьице я подобрала сейчас, я думаю, оно ей подойдет, я, по крайней мере, надеюсь. Ну что, будем смотреть, как Миша отреагирует на одежду. Миша, не хочу, я не хочу ничего вот такое делать. Смотри, давай попробуем тебе его одеть. Ой, мам, я думаю, Миша сейчас будет нервничать сильно. Слушай, какое-то красивое платье. Да, да, да. Миша красивая, очень красивая. Так, давай, я что-нибудь застегну его. Миша не нравится, Миша не нравится, Миша все это не нравится. Страшно совсем. Как ты себя чувствуешь в платьице своем? Я не знаю, Миша, это моя страна. Мишка. Мишка. Мишка замерла. Обычно первая реакция собак, которые не привыкли к одежде, которые не знают, что это такое, это вот такая реакция. Ну как ты себя чувствуешь в платьице? Миша пока не понимает, как ей двигаться, что ей делать. Уже пять минут мы стоим на месте. Так как Миша не реагирует ни на какое лакомство, подозвать ее невозможно. Играть с ней невозможно. Не хочу эту штуку, Миша не нравится. Миша не понимает, что происходит. Ой, намучаемся же мы с ней. Мы просто терпеливо ждем, когда Миша сделает пару шагов. У мамы мячик есть, смотри. Ты принесу, мам. Так, Миша сделала несколько шагов. Да, Миш, Софиша тоже в платье. Ай, Миша, молодец. Кто так умеет сидеть? Мишка умеет так сидеть, да? Ей не нравится, что она в одежде. Это ее пугает. И значит, мы будем одеваться каждый день на минут 10. Пытаться играть, передвигаться, что-то делать, чтобы привыкать постепенно к одежде. 10 минут в день мы будем одевать одежку и в ней жить. Даже если она будет просто стоять, пусть стоит. И через время, когда мы научимся чуть-чуть как-то реагировать на лакомства, на игры, мы будем уже одеваться в одежду надольше. Хочу. Не нравится Миша. Нет. Как же Миша будет зимой ходить на улице? Там же холодно, нужна куртка. Не переживай, Эйвен. Мы же тоже когда-то не знали, что такое одежда. У меня пугает, она на мне. Я не знаю, что мне с ней делать. Боже, Миша, смотри, это всего лишь... Есть. Вариант создавать ситуацию, в которой собака привыкла двигаться, то есть она забывает про одежду, например, звать ее и уходить. Миш, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ай, молодец. Миша ходит. Миша ходит. Ну что ж, из этого всего мы, как всегда, делаем один вывод. Миша не знает, что такое одежда, к ней не привыкшая. Мы будем учиться и привыкать каждый день понемножку, как и к поводку, как и как-то письте в положенном месте, к социализации, к другим собакам, к игрушкам и так далее. Жарко, Мам. Жарко, Мам, скажи, да? Подписывайтесь на мой канал AnyMagic, идите туда и смотрите новые ролики, там они выходят каждый день, как и здесь. Теперь здесь ролики выходят каждый день. Если у нас, конечно, не будет возможности выпускать их каждый день, то хотя бы через день. Давай с тебя тоже платье снимем. Да, Мам, давай, давай, что-то правда жарко уже. Жарко же, скажи. Миш, давай, не бойся, мы приучим тебя к одежде. Научили же мы тебя говорить, и всему другому мы тебя научим. Да, давай, Мишель, радуйся, давай, Мишка, снимай свои платья. Да, вот всё, всё, всё. Анишкина неделя продолжается, и завтра снова ролик. Пока! Жми на кружочки и смотри ещё наши весёлые и полезные ролики. Да, и Мишу не обижай, ставь ей лайк, я за тобой слежу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!